Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика ванна у Светланы. Много интересных новинок. Итак, поехали. Я уже смыла макияж и что мы будем с вами тестировать дальше? Дальше будем тестировать вот такие вот два интересных продукта. Это заказ сайта Рандеву. Я, как всегда, вам ссылочки и промокод на скидку оставлю обязательно под видео в описании. Это интересная серия Ку плюс Эй, серия кислотная, серия антивозрастная, это гель кислотный. А это у нас с вами сыворотка. Сейчас будем все тестировать, смотрите, открывать. Сыворотка, кстати, пептидная, антивозрастная. Смотрите, показываем состав, кому интересно, можно на паузу нажать и состав умывалки. Вот так они выглядят. И вот она сыворотка. Много. 30 мл это большой объем для сыворотки, потому что, ну, расход всегда у сыворотки минимальный, гораздо меньше, чем у крема, да? Поэтому может даже успеть надо есть. Так, умывалочка у нас тут с вами зафольгирована. Мицеллярная вата, собственно говоря, еще на лице. И будем сейчас ее смывать этим гелем. Он у нас заявлен как суперочищающий продукт. Смотрите, прям гель-гель. Прям вот такой вот густой гель, полупрозрачный, такой даже слегка тягучий, похож на натуральные продукты. От дужки никакой не чувствую. Вообще никакой от дужки не чувствую. Даже удивительно. Мочила слегка лицо и вместе с вами сейчас будем его очищать. Ну, такое количество мы возьмем и попробуем. Гель можно использовать как щеточкой, так и без. В принципе, без разницы. Сейчас посмотрим на момент вспенивания. Он, кстати, практически не пенится. Он, знаете, на лице такой похож. Ничем не пахнет на сыворотку. Больше, чем на гель. Интересный продукт. Обычно вот гели, они, если есть, многие, они пенятся. Ну, такие я имею в виду бюджетные. Это, наверное, зависит от наличия там каких-то ингредиентов. А здесь вот прям гель-гель в полном смысле этого слова. Лицо высыхает. Быстро сейчас еще немножко добавлю. А с таким гелем, кстати, очень удобно будет делать массаж. Потому что он не пенится, а очень здорово скользит. Продукт кислотный. Поэтому, я думаю, имеет смысл оставить его на лице, но подольше. Чтобы поработал. Так, на веки я такие вещи тоже наношу, естественно. Мицелярку-то с век нужно смыть. И сегодня комментарий один на ютубе убил. Но я не сблокировала пользу. Слушайте, легкое пощипывание в этой зоне чувствую даже. Представляете, о, как кислоты точно есть. Прям вот легкое, еле-еле ощутимое. Кислоты наши все. Сейчас про комментарии-то расскажу. Возрастная кожа, водички хочется добавить. Возрастная кожа, она без кислот никуда. Ну вот никуда. С мертвой точки не сдвинется. Поэтому пока зима, девчонки, вот прям кислоты активно-активно используем. Прям очень хорошенький гель. Чуть водички добавил, дальше массаж делаешь. Я такое дело очень люблю. Ну так вот, комментарии на ютубе. Что вы делаете? Вы на все лицо наносите крем. Вы, наверное, не в курсе, что для зон, там что-то типа для зон, а вокруг глаз есть специальные средства. Что вы делаете? Вот я удивляюсь просто. Просто удивляюсь. Такое ощущение, что мы в пещере где-то живем, в каменном веке. Ну, девочки, во-первых, мы за своей кожей следим по потребностям. Если она вас не требует два раза в день делать маски, значит, вы их не делаете. Значит, вам и так хорошо. Если она у вас блестит, как масляный блин весь день, значит, что-то не то с очищением и с питанием. Потому что если вы жирную кожу не допитываете, не доувлажняете, она может вам выбросить еще больше себу на поверхность. Тут столько нюансов, тут нужно смотреть, подбирать. Да, легкое пощипывание есть, классно. Прям я бы как масочку налетела, как пилинг оставила бы. Класс. Никакого дискомфорта нет, ничего нет. Так что вот такого рода комментарии мне просто убивают. Как раньше постоянно писали на веке, наносите маску. Или почему патчи так близко к глазу, к самому, прям вот так вот, вот так вот. Господи, потому что мне так хорошо, моя кожа любит. Она от этого выглядит здоровой, свежей, сияющей. Но у всех по-разному. Гель смываем. То мы с вами наблюдаем по факту. Слушай, мне очень понравилось. Сейчас в зеркало поизучала. Это суженные поры, очень чистые, выбеленное лицо, лоснёное, румянец, кожа очень нежная. Вот прям отшелушила хорошо. То есть видите, это, я бы сказала, это не гель для умывания, вот как бы я описала этот продукт, а лёгкий пилинг кель. Он действительно очень круто отшелушивает. Безумно гладкая кожа, это ощущается. Как будто я сделала какой-то лёгкий паракислотный пилинг. Здесь, по-моему, яблочные у нас с вами кислоты, если я не ошибаюсь, на упаковочке было написано, да. Вот. Мне понравилось, да, яблочное. Очень. Как лёгкий такой пилинг. Отшелушили, очистили. Вообще красота. Просто красота. Классный гель, обалденный. Что у нас с вами дальше на затесте? Яблочная маска пюре. В обзоре заказа Озона показывала. Наташа, приветик тебе, в Телеграме. Вот эту масочку купила Вашан. Вроде ей понравилось. Я решила тоже купить. Я такое-то Агафьи ещё не видела. Агафьи вообще поражает своим ассортиментом в последнее время. 80 рублей маска стоит, но вот эта надпись просто на миллион. Все экстракты готовятся в тайге в течение 6 часов после сборки. Быстро сбегали в тайгу люди. Вернулись на производство, на завод. И быстрее варить маску. Просто. 100% дикий тайжный сбор. Дикий. Не хухры-мухры. Пока не собирали эту ягоду, они ещё от медведей убегали. Розовые маньчжурские яблони, тайжная брусника и витамин С. Обещается нам увлажнение. Витаминное. Не просто так. Состав здесь, кстати, огромный и очень, на самом деле, классный. Тут столько экстрактов. И малины, и таёжные, и медуницы. Вообще, на первых местах и практически весь состав вот такой вот огромный состоит из экстрактов. Это прям чудеса какие-то. Я в шоке. Давайте наносить, смотрите. Я вообще Агафью люблю очень яблочное. А, это действительно яблочное пюре. Или знаете, вот аромат такой, когда яблочки с сахаром пассируешь на начинку для яблочного пирога. Вот такой. Обалденно. Как хочется попробовать. Слушайте, судя по составу, можно и лизнуть. Но я не буду. Вот пахнет безумно натурально. Гелевая. Полупрозрачная. Такая вот слегка... Как хочется съесть, вы не поверите, девчонки. Слегка такая коричневенькая, как повидлица. Действительно яблочная. Очень вкусно пахнет. Наносим, будем держать с вами 15 минут. Потом смоем посмотрим. Я вообще гелевые маски люблю. Вот она по ощущениям, такой плотный-плотный гель. Такая консистенция классная. Должна быть, по идее, упругость еще. Обычно моя кожа так реагирует на маски такой консистенции. Хорошо очистили. Сейчас кожу маску, мне кажется, эту впитает вообще целиком. Прямо у меня такое ощущение. Обязательно на веки такие продукты. Просто обязательно. Напишите мне по этому поводу кто-нибудь комментарий в Ютубе. С удовольствием поржу. Так, все. Красота. Прошло 15 минут. Знаете, девочки, все-таки я лизнула. Невкусная, нет. Пахнет обалденно. Ее хочется съесть до сих пор, но она вкусная-невкусная. Не все впиталось. Но практически некоторые места, где особенная сухость сейчас, они уже сухие. В том числе, кстати, веки. Мы их все время с вами не допитываем. Давайте смывать. Липкая такая консистенция. Ну, что хочу сказать. Очень неплохо. Кожа увлажнилась. Я вся мокрая. Ну, вот увлажненная. Никакого чрезмерного питания. Ничего, знаете, такое легкое увлажнение. Кому подойдет эта маска? Эта маска подойдет. Для возрастной сухой кожи будет маловато. Для жирной комбинированной подойдет абсолютно. Для нормальной подойдет. Знаете, такой, для подростковой подойдет. Состав неплохой, мне кажется, можно, почему бы нет. Легкое увлажнение. Вот даже в некоторых местах его недостаточно. Я такую маску вот на лето себе взяла бы. Вот с удовольствием прям. Так, что мы с вами делаем дальше? Дальше мы с вами будем кожу тонизировать. Но не столько тонизировать, сколько еще добавлять кислот в уход. Потому что вечер. Потому что будет АХ кислоты. Гликолевые. Господи. Гликолевые кислоты. Да, АХ. Уже все, я запуталась окончательно. Это Фаберлик. Очень люблю. Уже третий наенфлакон в использовании. 12-14 артикул. И крепость этой серии мне нравится. И все нравится. Я вот вижу результат. Кожа после него выглядит хорошо уже после первого применения. То есть я реально его вижу. Наносим с вами на ватный диск. И протираем личико. Вот оно какое-то сразу становится такое холеное. Чистенькое. Какое-то красивое. Кожа как-то вот хорошо после него выглядит. Мне нравится. А если у вас есть рамки на лице, я буду пощипывать. Потому что это кислота. Здесь все понятно в этом плане. Они всегда так работают, кислоты. Вот. Как следует протираем. Веки я тоже протираю. Все протираю. Декольте с вами протрем. Заодно. Но по-хорошему весь этот уход должен был и декольте касаться. Но когда снимаешь видео, делать не очень удобно. Удобнее всего делать в ванне. Но хотя бы кислотами. Вот так. Кстати, вот по декольте. Заметила огромные-огромные просто изменения в лучшую сторону. Практически нет вот этих вот колец Венеры. После серии Куркума. Вот прям да. Прям да и да. Так. Дальше у нас что с вами будет? Дальше у нас с вами сыворотка. Сыворотка пептидная. Насколько важны пептиды для возрастной кожи. Люму уже все слышали миллион раз. Я вот здесь вот вставлю информацию по этой сыворотке. Кому интересно, почитайте. Она у нас с вами антивозрастная. Здесь тоже очень интересный, богатый состав. Именно направленный на антивозрастное действие. Давайте тестировать. Вот такая намутная у нас в подушке. Тоже никакой не чувствую. И судя по всему, она такая у нас будет легненькая. Люблю. Потому что вот маслянистые вот эти всякие сыворотки, сколько я не пробовала, мне тяжеловато. Потому что сыворотка у нас должна что делать? Естественно выполнять свою функцию. То есть если она возрастная, то она антивозрастная. И она не должна утяжелять. Потому что у нас сверху сыворотка запечатывается еще кремом. И если сыворотка будет тяжелой, мы нанесем с вами крем. Все поры забьем, а с утра у нас вылезут прыщи. Логично, логично. Сыворотка в стекле. Так. Она такая легенькая относительно. Да, но чувствуется небольшая вязкость. Она легенькая по ощущениям. Так. Я прям долго так от души. Я так люблю в последнее время, когда кожу хорошо очистишь. Тоже один из комментариев под последним видео. Он набрал еще 40 лайков. Понимаете, так думают 40 человек. Ничего себе. Сколько у вас там кожи крема съедает. Да моя бы после этого. Брыщами подкрылась. Покрылась. И знаете, все в контексте таких вот ржачных смайликов. Ну, я оставила свой комментарий. Пока не блокировала пользователя. Потому что пользователь это писал с целью не обидеть. Ну, пользователь меня не обидел. Пользователь показал свою некомпетентность в этом вопросе. Я написала. Ну, я сочувствую, что кожа ваша столько крема не упирает в себя. Может, стоит задуматься о качественном ее очищении. Может быть, вы что-то делаете не так. Поэтому, да. Черт пытался меня задеть, но я от души посмеялась. Логично, не скажу, что она впитывается моментально. С ней тоже можно легкий массажик поделать. Есть такая легкая. Липкости вообще никакой нет. Есть легкая такая вот вязкость, что ли, скажем так. То есть, по факту, вот она, по сути, не масляная вроде, но она моментально разглаживает. Вот у меня какие-то пальчики, я наношу, да, руками, они стали идеально гладкие, как будто отпечатки пальцев. Все, представьте. Она реально разглаживает. Вот прям в уголках глаз, даже если прищуришься сейчас, то ничего не образуется. Потрясающе, слушайте. Вообще великолепно. Вот я так перед сном давно не выглядела. Кайф. Она еще впитывается. Декольте уже впитала. Кайф. Давай разглаживайся тоже. Классно. Вообще, мне очень понравилось. Сейчас мы будем ее запечатывать. А пока мне хочется просто вот прям на ручку нанести, где, не знаю, у меня больше всего морщин на руке и посмотреть. Мне просто стало интересно, как она себя поведет на дырной стороне ладони. Слушайте, ну правда разглаживающий эффект есть. Это похож немножко на какую-то силиконовую базу, но это другое. Вот они силиконы, когда они чувствуются немножко иначе на коже. А здесь тоже крутой разглаживающий эффект, но он такой, ну не силиконистый, немножко по-другому. Но похож, вот по ощущениям тактильным. Так, практически впиталась. Оставляю личико холеным. Я такие вещи еще на ночь люблю и на губы наносить. Эти губы у нас тоже стареют, их тоже надо разглаживать. Вот если не наносить крем, уже просто эффект вау. То есть кожа такая лосненая, здоровая, очищенная, все пора светлая. У нас сегодня прям обалденный тоже. Разглаженная. Даже моя вот мимическая большая морщинка такая на лбу, она как-то вот уже менее видна. Прям класс. Есть эффект, вау-вау-вау. Теперь мы берем с вами ночной крем куркумы, который очень полюбился мне и ночной, дневной. Просто восхитительный, с огромным удовольствием пользуюсь. Если в ближайшие несколько каталогов не будет новинок кремов на затест, то я возьму опять куркуму. Вот такой у меня вердикт. Так, и крем. Вот даже мне маловато, мне надо еще. О, я на веке сейчас еще нанесу. Слава Богу, моя кожа в состоянии выбрать в себя крем. А молодиться, быть здоровой и сияющей. Я вот тем вот, кто 40 лайков поставил под этой надписью. Вообще красота. Завтра проснусь, сияющий, молодой. Тоже можно массажик сделать. Он такой кремушек, достаточно питательный, но вот знаете, проходит минут 10-20. И нет уже вот такого блеска от него. Поэтому сразу перед тем, как падать на подушку, кремы вообще никакие не наносим. Тем более вот такого плана. Делаем немножко заблаговременно. Лучше за час. До того, как идем прямо вот ложиться. Мы делаем весь этот уход. Красота. Супер. Мне очень понравились новинки, которые мы с вами тестировали сегодня. Очень понравилась у мулашка. Идеально чистит личико. Еще кислоты вообще супер. Сыворотка просто огонь. Просто огонь. У меня восторг. Буду смотреть, буду наблюдать. Это может быть и пост в Дзене накатаю. Масочка очень тоже приятненькая, хорошенькая. Ссылочки все оставляю под видео. Промокод на скидочку в рандеву тоже, как всегда. Всех люблю. Солую. Всем пока-пока.